Понятие гражданский брак в законодательстве не закреплено, но есть понятие совместного проживания одной семьей без регистрации брака. Это и есть гражданский брак. И если вы не хотите регистрироваться на гражданский брак, или какие еще сюрпризы ждут женщину в незарегистрированной семье. Разница между гражданским и официальным браком это как разница между арендой дома и его покупкой. Когда вы снимаете жилье и в нем что-то идет не так, соседи, водопровод, повышение оплаты хозяинам, вы всегда сможете съехать и найти что-то другое. Но в собственном жилье несовершенство приходится терпеть либо чинить. Означает ли это, что гражданский брак имеет больше преимуществ перед законным браком? Конечно, не для всех и далеко не каждая пара, решившаяся перед походом в ЗАГС подписать совместный договор аренды квартиры, успешно дойдет до этого самого ЗАГСа. Но давайте все же начнем с положительных моментов. Итак, достоинство гражданского брака. Репетиция семейной жизни. Семья – это не только романтика, счастливые пробуждения в одной постели, это еще и планирование бюджета, распределение обязанностей. Так вы учитесь жить в рамках семейных обязательств, строить быт, имея достаточно времени на решение проблемы, поиск справедливого баланса. Следующий плюс – это проверка чувств и жизненных привычек. Гражданский брак дарит партнерам бесценную практику, когда они узнают, насколько терпимыми могут быть друг к другу в отношениях, насколько они притерлись. Ведь это естественно, что люди с разными темпераментами, характером, воспитанием и жизненным опытом должны адаптироваться еще к одному человеку и его тараканчикам. Отношения к порядку в доме, гастрономические совпадения или различия, биологические ритмы, умение договориться с партнером и прийти к консенсусу – все это школа семейной жизни, в которой решается вопрос, достаточно ли силы у бытовухи, чтобы разбить ваш корабль любви.